Четверки запустили 10 января. Какой промежуточный итог могут подвести на ПТП? Директор предприятия говорит, что в основном критика поступает из-за срывов расписания. Почти в два раза увеличилось количество больных водителей, которые ушли на больничный в январе по сравнению с прошлыми месяцами прошлого года. Сейчас они выходят с больничных потихоньку и ситуация на самом деле исправляется. Если последние дня 4 посмотреть, то начинаем все выдерживать лучше расписание. Процентов приблизительно 10 находится всегда в отпуске. Ну вот мы 140 водителей, надо раскинуть на 12 месяцев работы. И понятно, что там 10-15 водителей, они в отпуске обязаны находиться. Плюс у водителей же увеличенный отпуск за счет вредности, а здесь получилось, что еще и дополнительно заболели. То есть есть люди на больничном, есть люди, которые в отпуске, и текущие выходные человек же не может круглосуточно работать. В срыве графика играла роль и погода. Если автобус попал в пробку, вовремя он не приедет. Не следует ли на четверке выпустить автобусы большей вместимости? Леонид Тюленев отвечает, что необходимости нет. Когда уйдут от пробелов в расписании, перегрузок не будет. В целом по выполнению расписания поступает больше всего жалоб. Обычно в соцсетях на все людям отвечают одинаково. Водитель заболел, рейс отменился. Один заболевший водитель, это как минимум сразу минус 10 рейсов. Увеличивается интервал между машинами со всеми вытекающими. Снять водителя с другого маршрута, значит создать такую же проблему там. На ПТП стараются заранее сгладить углы и распределить водителей так, чтобы пробелы не были по полчаса и больше. Но никто не застрахован от утреннего давления и недопуска на маршрут по медицинским показаниям. А в чем проблема держать нескольких резервных водителей, которые бы в случае чего могли заменить выбывших? Мы идем к этому так и должно быть только после того, как мы чуть-чуть больше наберем водителей. Как только мы их укомплектуем, мы и будем держать. В декабре, если вы помните, у нас практически не было нареканий на работу. У нас всегда с утра были даже запасные резервные водители, которые подхватывали, вдруг что-то случится. Но сейчас мы начали катать четверку, увеличилось количество, плюс очень много человек заболело у нас все-таки. Сейчас в пассажирском автотранспортном предприятии работает 140 водителей. Нужно не менее 220 человек, чтобы резерв был всегда, объясняет Леонид Тюленев. По его подсчетам, понадобится несколько месяцев, чтобы выйти на работу совсем без нарушений графика. Почему бы пока не попытаться поискать людей, способных водить автобусы, где-то еще? Нанять временно, пока персонал проходит обучение? Не получится. Во-первых, нехватка водителей автобусов характерна для всей страны, не только для нашего региона. Во-вторых, если бы такие нашлись, их нельзя выпустить на рейсы без предварительной стажировки. Люди обращают внимание и на состояние автобусов. В социальных сетях, в разговорах, на собственном опыте приходилось сталкиваться с лихим вождением, с разгонами и торможениями, от которых пассажиров в салоне мотает туда-сюда. Некоторые водители автобусов даже не включают поворотник, отъезжая от остановки. Были случаи наезда на бордюры на крутых поворотах, случаи подрезания. У каждого водителя есть классность. У нас работает комиссия, и мы ежеквартально, вот в декабре было последнее, проводили заседание этой комиссии по классности. Это влияет в конечном счете, естественно, на зарплату водителя. Каждый этот момент, вот все, что вы рассказали, мы знаем. И пытаемся с этим работать, бороться, перевоспитывать водителей. Комиссия по классности рассматривает каждый из таких случаев, каждую жалобу мы рассматриваем отдельно. Смотрим, проводим внутреннее маленькое расследование для себя, признаем, не признаем, для себя. После этого выносится результат уже по классности водителя. Сейчас разработана отчетность у нас в нашей системе, которая диспетчеризация, смотреть превышение скорости по лежачим полицейским. Привязка к карте, и за этим тоже следим внимательно. Не бывает, не получается в моменте перевоспитать, научить человека управлять автобусом. Автобусы так или иначе периодически встают на ремонт, рассказывает директор. За день они наматывают 200-250 километров по Обнинску. После отметки в 10 тысяч километров транспорт обязаны отправить на техобслуживание. Дальше вопрос приоритетности. Что-то нужно чинить в первую очередь, какие-то мелочи можно и отложить. Иногда история затягивается, потому что нужно заказать детали, дождаться их поступления. Однако, заверил нас Леонид Тюленев, машины осматривают перед рейсом и после него. Все выявленные недостатки берут на заметку. В декабре 2023-го ПТП начал переход на электронные путевые листы. Пассажиры заметят разницу? И да, и нет. Для водителей ускорятся процессы подготовки к рейсам. Уйдет часть финансовых затрат для предприятия. Экономия времени, экономия денежная. Высвободившиеся средства могут быть направлены на ремонт автобусов, закупку деталей, премии сотрудникам. На ПТП все еще набирают водителей. Ждут и тех, у кого есть права нужной категории, и тех, кто готов пройти обучение и получить их. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.